Здарова, народ! У нас наконец-то отличная погода и в этом видео я расскажу, как можно все-таки закачать плечи именно за счет силовых тренировок. И часть будет здесь у нас показана на турнике, и часть я также дополнительно делаю с штангами, с гантелями. Вы это увидите чуть позже. Итак, поехали! Первое упражнение силовое, которое я осваивал для того, чтобы восстановить плечо, это было упражнение перекидывания ног между, так сказать, плечами и турником. Я вам сейчас покажу вообще, что это за упражнение, и дальше уже расскажу, что и как в нем стоит делать. По постановке рук где-то будет, наверное, чуть-чуть шире плеч, это будет зависеть от того, какая у вас комплектация тела. Мой хват примерно такой. И следующее мы делаем. Такое вот действие. Чем интересно, чем полезно и чем опасно данное упражнение, смотрите, такой интересный момент. Помимо того, что мы с вами здесь будем останавливать плечи, мы еще дополнительно работаем прессом, руками, предплечьями, то есть вообще фактически всем спиной. Поэтому в целом это упражнение развивает очень много всего, и я вообще, в принципе, многим советую его делать, но при условии, что у вас нет никаких травм плеча. То есть если она есть, или вы часто, или вы подвержены, то данное упражнение нужно будет делать не в полной амплитуде и начинать вообще с того, что закачивать плечо другим образом. То есть это, в данном случае, такое упражнение полезно тем, у кого абсолютно здоровые плечи, для того, чтобы их поддерживать в данной форме, повысить их эластичность и увеличить возможность, так сказать, дополнительного маха, силы плеча и вообще гибкости, проворности. Тут такой интересный момент, что данное упражнение я подразделял для себя на несколько этапов. Изначально вы, ну вообще, сталкивался с тем, что очень многие люди даже не могут прокинуть ноги между турником. Ну всякое бывает, у кого-то очень габаритные ноги, короткие руки и так далее. То есть отталкиваетесь от того, что сначала научитесь просто проносить ноги над турником, между турником. То есть взялись. И для начала используйте, наверное, максимально низкий турник. Я специально здесь этот выбрал, для того, чтобы вам продемонстрировать все возможности данного упражнения. То есть мы с вами беремся. Прокидываем ноги. И у нас с вами есть возможность даже, ну на данном турнике встать. Мы с вами завелись. Отпустились. Обратный выбор мы с вами не делаем. Это первая фаза. Так как я сейчас это продемонстрировал очень быстро, это то, к чему стоит в данном случае прийти. Начинайте с того, что если у вас еще не сильно эластичные плечи, то ваше упражнение будет выглядеть примерно так. И вы будете отпускаться. Это нормально. Потому что далеко не все могут очень сильно завести плечи назад. Это я уже в силу опыта и гибкости своих суставов, костей могу настолько сильно вывернуться. Поэтому изначально вы просто учитесь приносить руки между турником, заводите насколько это возможно, фиксируетесь буквально на пару секунд, после этого спрыгиваете. То есть как только вы отработаете данный этап, вы уже учитесь выворачивать себя максимально, ну насколько это возможно. То есть чем ниже, чем ниже, чем дальше. То есть если турник у вас примерно по голову, то в таком случае вы должны даже встать ногами обратно. То есть вы можете свободно встать после этого. Я еще делал это таким образом. Вставал. Дополнительно растягивал плечи. И после этого делал выход обратно. После того, как вы освоите данную вариацию выполнения этого упражнения, то есть первое мы делаем просто перекидывание, второе мы делаем глубокое перекидывание с попыткой коснуться земли там, где вы фактически стояли. И после вы делаете перекидывание туда-обратно. По повторениям тут тоже надо будет понимать, это все будет зависеть от того, в какой этап, наверное, между тренировками вы будете это все делать. Если вы попытаетесь это сделать после тренировки рук, то скорее всего у вас не получится и много сделать, и забитость в мышцах, она не позволит такую эластичность вам получить. Данное упражнение я делал максимально в свободное время, то есть когда организм был полностью восстановлен, это никак не влияло на мои какие-то силовые показатели. То есть я полностью восстанавливался после любой тренировки. И перед какой-либо тренировкой я это делал. Не обязательно за час в смысле, а вот перед тем, как у меня была там, не знаю, какая-то игровая тренировка или тренировка ног или тренировка вверх. Вот прямо перед ней я это делал. Это было максимально комфортно. То есть утро, вечер, день абсолютно было без разницы. Турник, я думаю, есть у многих И доступ к нему есть Я думаю, смогут найти вообще все И попробуйте Пишите в комментариях, что у вас получится Насколько комфортно и легко вы это делаете По повторениям Ну, ребят, тут тоже сами Сами на себя решайте Я делал порядка 20-25 раз Но при этом я делал это за раз Я единственное, что бывало Перехватывался, потому что кожа Кожа иногда съезжает И приходится все-таки перехватиться Но данное упражнение я делал Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад И последним Где-то между последними подходами Я пытался просто провисеть сколько получится Выворачивал плечи То есть перекидывал ноги и висел Просто пока руки не отпустятся Второй момент Все-таки будет тогда, наверное, подводящим К первому Я так прикинул, наверное Многие из моих зрителей имеют Довольно-таки хороший вес И еще не сильно большой опыт Поэтому, наверное, можно вам В данном случае будет начать С совсем маленького турника Или брусьев Лучше всего турника Объясню почему Потому что в зависимости от того, как вы держитесь Ваши плечи немножко по-разному функционируют Поэтому данное упражнение я все-таки советую делать Именно на турнике, на перекладине Смотрите Вы можете начать с совсем маленького турника И делать все то же самое Что мы сейчас сделали Но здесь у вас будет полная подстроговка Именно в плане ног, рук Ну и в случае, если падать все-таки То не так больно Сразу же скажу Я за всю жизнь ни разу еще не падал То есть мы с вами делаем полный выворост И фиксируемся вот в этом положении Мы с вами пытаемся здесь именно Создать дополнительное натяжение в тех мышцах Которые у нас функционируют в данном упражнении Если все-таки вывернуть у вас в данном случае Не получается на турнике Всякое возможно Поэтому вы можете данное упражнение сразу же делать Просто подходить к турнику Брать его обратным хватом То есть берем снизу турник И весь ним То есть получается у нас с вами примерно следующее Для того, чтобы в чистом виде делать все то, что я делаю Можно начинать с конца То есть мы с вами отработаем сначала виз Отдельно отработаем перекидывание ног Также на турнике отдельно можно отработать максимальный виз То есть с максимально вывернутыми руками назад Просто на время То есть повисеть там 5-10-15 секунд И уже после этого переходить к полноценной наработке Дело в том, что когда вы будете совершать перекидывание ног через себя У вас функционирует пресс То есть именно первая фаза, о которой я сейчас говорю То есть здесь у нас с вами работает грудь и пресс Ну это по себе подводите Но преимущественно здесь работает пресс Но когда вы перекидываете ноги назад Основная вообще нагрузка у вас идет на плечо На мышцы, которые подводящими в данном случае работают у груди То есть это вот прям линия груди нижняя Поэтому самая главная фаза в данном упражнении Это вывернуть тело обратно Вы здесь максимально закачиваете свои плечи и мышцы Спины и груди И все подводящие для того, чтобы ваше плечо Максимально сильно функционировало в данном диапазоне Если мы говорим только за виз, вывороти Или перекидывание ног в ту сторону То в данном случае мы с вами повышаем максимальную гибкость плеча Но никак его не усиливаем в плане именно мышц и наработки связок Опыт работы на турниках у меня уже довольно-таки большой Я много лет занимаюсь различными видами То есть ни в коем случае это не стритворкаут Я просто максимально старался работать с собственным весом для поддержания То есть это именно пресс, бицепс, трицепс То есть все виды подтягиваний делал обычных, стандартных Верхним, нижним хватом, отжимания на турнике и так далее Поэтому если вам это будет интересно, пишите в комментариях Я, наверное, отдельно об этом, если что, сниму Пожалуй, на данном упражнении мы с вами на турнике закончим Сейчас мы переместимся ко мне в квартиру И я расскажу и покажу, как еще дополнительно с помощью гантелей и гири Можно закачать свои плечи Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok